На пятницу объявлен оранжевый уровень опасности. Ожидается снег и метель. На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Днем температура воздуха от минус 4 до плюс 2, в южных районах до плюс 8. МЧС призывает к осторожности. Погодные условия могут привести к обрыву линий связи, электропередач и повреждению крыш зданий. Возрастет риск травматизма и ДТП. Крупный белорусский бизнес стал активнее развивать сотрудничество с малыми и средними предприятиями. Объем поставок только для организации Минпрома в 2022-м превысил 150 миллионов рублей. Проводится большая работа по выстраиванию промышленных цепочек. Сформирован перечень комплектующих и материалов, в которых нуждаются отечественные производители. В Беларуси со следующего учебного года введут второй элемент школьной формы. Его определят сами учреждения. К примеру, если в 2022-м выбор пал на жилетку, то можно добавить к ней брюки, сорочку или галстук. Широкое обсуждение проведут с учителями и родителями. Нововведение станет одним из серьезных моментов воспитательной работы. В Беларуси продолжается активное обсуждение программы партии «Белая Русь». Главные ее постулаты – доступные бесплатной медицины и образования, защита материнства и детства, достойная оплата труда. Предложения можно внести на круглых столах, опросах и дискуссионных площадках. В Могилевской области их около 150. Учредительный съезд, напомним, пройдет в столице 18 марта. Наш регион представят 119 человек. В субботу около Ледового дворца пройдет Бобруйская лыжня 2023. В эстафетах на дистанциях 800 и 1000 метров выступят представители предприятий, организаций, учащихся школ и колледжей. Начало регистрации команд в 9.45, построение в 10.30, торжественное открытие в 11.00. Стартуют спортсмены в полдвенадцатого.